В эфире нашего телеканала программа «Город сегодня». Здравствуйте! В октябре приехала большая группа специалистов по религии и теологии. За несколько дней они встретились с разными группами населения – молодежью, общественными организациями, служителями мечетей, чиновниками – не только в городе, но и в районах области. Темы для обсуждения были связаны с политикой государства в области религиозных отношений. С тех пор, как в Казахстане появилось Министерство по делам религии и гражданского общества, именно на этом органе лежит ответственность за мирное существование разных верований. Так же, как и за то, чтобы вовремя выявлять болевые точки, разряжать конфликты, давать людям полную информацию о том, какие опасности несут нетрадиционные течения. И как этим пользуются те, кто разжигает вражду и войны. За последние годы немало казахстанцев отправилось в Ирак, Сирию и другие страны якобы воевать за идеи ислама. Десятки попали в тюрьму по обвинению в экстремизме. Сколько среди этих людей обманутых или не сумевших вовремя разобраться – неизвестно. Но понятно, что беду лучше предупредить, чем потом разбираться с последствиями. У нас в студии гость из Астаны. Это Болгобек Мрзаев, руководитель управления религоведческой экспертизы Комитета по делам религии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш город. Спасибо. Ну вот сегодня на эту тему мы с вами и будем беседовать. Болгобек, скажите, вы приехали в составе информационно-пропагандистской группы. Ваша задача – информировать людей или выяснять и выявлять проблемы? Ну, мы приехали в целях разъяснения тех вещей, которые сейчас создают проблемы в обществе, в сфере религии. У нас в составе есть представители духовного управления Сума Казахстана, и есть известные религиоведы, которые работают в кафедрах религиоведения, ведущих вузах страны, и, конечно, сотрудники Министерства по делам религии и государственного общества. Мы приехали с многой целью. Один из них – это разъяснение в сфере религии и политики государства. Следующий момент – это работа с молодежью. Именно потому, что мы знаем, у нас в стране в основном к религии больше уклонено молодое поколение. Поэтому мы хотим их остерегать от появившихся в последнее время в стране разных псевдорелигиозных течений. У нас, к сожалению, есть и деструктивные лидератечения. Все мы знаем, что Казахстан – государство светское. Но некоторые деструктивные лидератечения хотят влиять на эту нашу светскость, и они хотят, чтобы в стране торжествовало не законы, а нормы шариата иногда. Мы хотим, чтобы такого не было. Мы сохранили свою структуру светскости, и вот эти вопросы мы больше разъясняем и в школах, и в учебных заведениях. А вот скажите, пожалуйста, Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Как обычному человеку разобраться, что разрешено, а что делать нельзя? Закон четко расписано. В Казахстане имеет право действовать толку религиозного объединения, прошедшее обязательную государственную регистрацию. Без регистрации распространения или там займется другими видами религии, законом строго запрещено. То же самое касается и религиозным литературам. Например, многие привозят из-за рубежа разные литературы. Но у нас законно четко расписано. Все книги, которые распространятся в нашей территории, если у Казахстана, должны пройти религиозную экспертизу и получить положительное заключение этой экспертизы. А где эту экспертизу проходит? Где? Уполномочный орган в этой сфере проведения религиозной экспертизы – это комитет по длину религии, Министерство по длину религии и гражданского общества. Все религиозные объединения, которые будут зарегистрироваться, сперва они обязаны в свой устав провести эту экспертизу. После положительного заключения Токио имеет право зарегистрироваться. А также все учебные программы вот этих религиозных объединений, все разные библиотеки, которые занимаются в Казахстане распространением или продажей религиозной литературы, они тоже обязаны толку распространять или продавать те книги, которые получили положительное заключение религиозной экспертизы. Вот в октябре вы встречались с молодежью, вы встречались с преподавателями, а также имамами. Скажите честно, удалось с кем-то откровенно поговорить? Я считаю, что да, удалось. Например, у нас была большая встреча с составом учителей, учителей, завучей, директоров средних школьных заведений. Там поднимались актуальные вопросы. Один из них был вопрос о ношении хиджаба в школах. Те, которые получают религиозные объединения, которые находятся при религиозных объединениях, мы внутренние вопросы никогда не уменьшиваемся. Их каноны – это все внутренние дела религиозных объединений. А вот образование в школах – это уже обязанность государства обеспечит, чтобы они получили достойное образование, светское образование. Поэтому мы всегда говорим, у нас в Казахстане религия и заведения отделены от государства. И получение образования имеет полный светский характер. И вот в последние годы у нас, к сожалению, в школьных заведениях участвовались многие моменты – ношение религиозной атрибутики. Поэтому мы хотим вот этот вопрос решить конкретно. Никаких религиозных атрибутов внутри школьных заведений не должно быть. Поэтому если там мусульмане считают, что этот приказ направлен только для урама хиджаба, они глубоко ошиваются. Мы боремся со всеми деструктивными моментами внутри школьных помещений. Религия сегодня стала инструментом вражды, войны. Скажите, кто и как должен с этим бороться? Да, я тоже согласен. К сожалению, в последние годы у нас в стране такие моменты часто нашли появляться. И это, я считаю, что сперва незнание вот этих самих представителей некоторых религиозных людей, канонов из религии. Потому что мы знаем, все религии призывают к миру, согласию, добру. А те, которые считают, что ислам против других религий, или буддизм против ислама, или православие против ислама, они глубоко ошибаются. Поэтому одна из основных функций нашего министерства, чтобы разъяснить населению, что у нас в Казахстане много конфессиональных государств, у нас мирно существуют разные представители религии. И с канона веков до сегодняшнего дня все жили в мире и добра. И последние 10 лет начались друг другу стрелять, или оружие поднимать, или их обвинять по другим разными мнениями. Поэтому мы хотим вот этот вопрос решить, чтобы у нас всегда торжествовало мир и согласие. Спасибо вам большое за беседу. Благодарю, что посетили нашу студию. Я вас провожаю. Желаю вам всего хорошего. Спасибо. До свидания. Кто-то был обманут, кого-то привлекли деньги, а некоторых безделия или отсутствие перспектив гонят в горячие точки. Но там ждут вовсе не приключения, а реальные страдания, кровь и смерть. Хотелось бы исключить из нашей жизни такие темы, но это невозможно. Без активного участия всего общества в противодействии опасности мы рискуем упустить время. На сегодня все. Берегите своих детей, берегите своих близких. До встречи в эфире на РИКО-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин